Привет всем космическим странникам! Сегодня мы поговорим о том, откуда мы получали посылки с космическими образцами, какие миссии этим занимались, а также о тех доставках, которые ожидаются в ближайшее время. Вообще, забор материала с других космических объектов и их доставка на Землю – это, очевидно, очень сложная задача, и хочется выразить свое почтение людям, благодаря которым такие события происходят. Но, с другой стороны, стремительно развиваются возможности автономных аппаратов для исследования космоса. Так почему же нам все равно важно привезти образцы домой? Оказывается, на это есть несколько веских причин. Во-первых, многие виды лабораторных анализов пока невозможно выполнить за пределами Земли, потому что необходимые инструменты, которые должны быть установлены на космический аппарат, нельзя сделать достаточно маленькими, прочными и с достаточно низким энергопотреблением. Во-вторых, образцы позволяют одним ученым воспроизвести результаты других. Воспроизводимость – это ключевое понятие научного метода. Чем удивительнее результат анализа, тем важнее показать, что разные независимые команды исследователей получат одинаковые результаты. Естественно, эксперименты в космосе, проделанные с помощью одного прибора на одном космическом аппарате, гораздо сложнее проверить независимо. В-третьих, небольшой склад космических образцов на Земле – это хороший задел на будущее. У людей, которые еще даже не родились, наверняка появятся новые идеи, вопросы и возможности разработать другие методы анализа. Как же хорошо, если под рукой у них окажутся образцы инопланетных материалов. Например, грунт, доставленный советскими и американскими лунными программами, уже несколько десятилетий остается ценным источником научных знаний. По нему ученые до сих пор собирают новые сведения о Луне. Но если вы не хотите ждать, когда другие люди будут двигать прогрессы науку, предлагаю вам начать осваивать современные профессии, без которых сейчас не обходятся в том числе и космические исследования. Например, работодатели сейчас активно ищут дата-сайенстов. Если даже работа не будет связана с космосом, уровень зарплат в данной области от 120 тысяч у начинающих специалистов и от 250 тысяч у практикующих позволит быстро накопить на хороший телескоп. А в онлайн-школе Skill Factory, которые решили поддержать этот выпуск, запустили новый курс «Профессия дата-сайентист», который подойдет как новичкам, так и практикующим специалистам из IT-сферы. Здесь осваивают блок по Python, проходят модуль математики и статистики, изучают Machine Learning, Deep Learning, Data Engineering и знакомятся с нейронными сетями. Обучение реально совмещать с текущей работой. На связи всегда будет ваш наставник, который поможет с любыми вопросами теории и практики. Стоимость курса вполне можно окупить уже с первой зарплаты, а тем, кто боится собеседований, помогут не только морально настроиться на встречу с работодателем, но также подготовить резюме и подобрать вакансии. Школа сотрудничает с крупными компаниями, поэтому преуспевающие студенты смогут найти работу еще до конца обучения. Ну что, готовы двигать науку вперед? А по промокоду SPACERUM доступно целых 45% скидки. Не откладывайте знания на потом. Ну а теперь приступим непосредственно к обзору миссий. Интересно, что самую первую доставку образцов с другого космического тела осуществили вовсе не автономные роботы, а люди. Это были и 60-е. Мы исследовали космос как могли. 24 июля 1969 года на Землю вернулись астронавты, вошедшие в историю как первые люди на Луне. С собой они прихватили почти 22 килограмма лунного грунта. И это было только начало, ведь затем последовали еще пять успешных миссий. И к 1972 году накопилось аж 382 килограмма инопланетных камней, образцов керна, песка и пыли. Всего было 2200 отдельных проб с шести разных участков на Луне, которые переработали в более чем 110 тысяч каталогизированных образцов. Первые пробы лунного реголита астронавты собирали с помощью примитивного клещевого захвата. Вторая экспедиция вооружилась уже совком на длинной рукоятке и ручным буром. Дальше инструментарий совершенствовался и к последней миссии пополнился электрическим буровым станком. Часто можно услышать от некоторых людей информацию о том, что все лунные камешки якобы куда-то пропали, потерялись, либо засекречены. На самом же деле они хранятся в США, в специальной лаборатории на территории центра имени Джонсона. И для страховки небольшую коллекцию образцов хранят в испытательном центре НАСА White Sands. В лаборатории ведется строгий учет каждой частички внеземного материала. Если камень распиливается, каждый новый кусочек, как и его расположение, документируется. И даже оставшуюся после этого пыль никто, конечно же, тряпочкой не смахнет. Больше ста исследовательских лабораторий по всему миру активно изучают образцы, и ежегодно около 500 образцов отправляется разным ученым. В блоге Виталия Егорова есть подробная статья о том, как в этой лаборатории побывал космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков. Ссылочку обязательно оставлю в описании. Кстати, без забавных историй вокруг таких значимых предметов тоже не обошлось. Например, в 2003 году при обыске одного из сотрудников Космического музея в числе множества украденных экспонатов нашли мешочек, в который астронавты Аполлона-11 собирали образцы перед тем, как сложить их в герметичные контейнеры. Но из-за ошибки при описи краденого в самом музее значимость сумки от властей ускользнула. В результате мешочек оказался в числе конфискованного имущества, и его продали на аукционе за 995 долларов некой Нэнси Карлсон, которая позже решила проверить его на наличие именно лунной пыли. Для этого она отправила свою покупку для анализа в НАСА, которая о краже вообще не оповещали. Там, конечно же, быстро поняли, что к чему. Мешочек женщине возвращать не стали, а обратились в суд, мол, это же ценный для НАСА и для страны в целом исторический предмет. Нэнси подала встречный иск, ведь у нее безосновательно отобрали имущество. НАСА предложили выкупить у нее предмет спора, но все безрезультатно. В итоге суд признал этот мешочек законной собственностью Нэнси Карлсон. После Аполлонов в 11 и 12 последовала первая в истории доставка образцов из космоса автоматической станции. Это произошло 24 сентября 1970 года, когда после своего путешествия к Луне мягкую посадку на Землю совершил возвращаемый аппарат советской станции «Луна-16». Здесь уже не было людей с совочками и полноценными буровыми установками, поэтому неудивительно, что в капсуле был всего 101 грамм лунного грунта. Не забывайте о сложности такой миссии, где в автоматическом режиме была совершена мягкая посадка и взяты образцы, которые затем были подготовлены к транспортировке и благополучно доставлены на Землю. И это был не единственный случай. Позже запасы инопланетных материалов пополнили советские станции «Луна-20» и «Луна-24». Таким образом, за три полета удалось собрать материал из трех разных регионов Луны в количестве 324 грамм. Но о советской лунной программе я уже начала отдельную серию роликов, и там мы поговорим об этих миссиях в подробностях. После этого наш интерес к добыче образцов с других космических тел утих аж на 23 года. А когда вернулся, на смену Луне в качестве новых целей нарисовались астероиды и кометы, которые смело можно отнести к малоизученным объектам Солнечной системы. Первым проектом, призванным начать исправлять эту ситуацию, стала миссия «Стардаст». Ее запуск состоялся 7 февраля 1999 года. Автоматическая межпланетная станция отправилась в незабываемое путешествие к комете «Вильда-2». Траектория полета позволила сблизиться и пофотографировать небольшой астероид «Анафранк», находящийся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. По пути аппарат также собирал частицы межзвездной пыли. Своей основной цели он достиг в январе 2004 года. «Стардаст» пролетел примерно в 240 километрах от ядра кометы «Вильда-2» и заполучил долгожданные образцы вещества из ее хвоста. И на самом деле собрать микроскопические частицы в космосе довольно проблематично. Но красивое решение все-таки нашли. Пылинки, летящие на огромных скоростях, ловила возвращаемая капсула, состоящая из 132 ячеек, наполненных аэрогелем. Этот уникальный материал с самой низкой среди твердых тел плотностью был даже внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое легкое твердое вещество в мире. Такая ловушка способна мягко затормозить летящие на высокой скорости частицы, не разрушая при этом даже хрупкие органические молекулы, которые могли зацепиться за космические пылинки. Большим сюрпризом для ученых стали полученные камерами Стардаст фотографии кометы. Они ожидали увидеть что-то вроде запыленной черной космической картофелины. А вместо этого наблюдали твердое тело с глубокими впадинами, выступающими скалами, плоскими холмами и остроконечными пиками высотой в сотни метров. В дополнение ко всему в космос были направлены многочисленные струи пыли и газа. 15 января 2006 года капсула с драгоценными образцами благополучно вернулась на Землю. После анализа кометной пыли ученые пришли к интересному открытию. Раньше кометы считались в основном ледяными телами, но комета Вильда-2, как оказалось, представляет собой смесь материалов, образованных в разных условиях. Ее ледяная составляющая формировалась, вероятно, за пределами орбиты Нептуна, а каменистая часть где-то достаточно близко к Солнцу. Вот такая получилась песня льда и пламени. И да, если вы вдруг хотите отдельные подробные ролики по каким-то миссиям, озвученным в этом видео, то дайте мне знать в комментариях, пожалуйста. Наш следующий космический курьер отправился за посылкой в 2003 году. Речь идет о японском аппарате Хаябуса, который был спроектирован для первой в истории посадки на астероид и доставки с него грунта. В целом, миссия известна множеством неполадок и аварий. Например, солнечная вспышка снизила эффективность работы солнечных батарей. Из строя вышли два гироскопа из трех, а также два ионных двигателя из четырех. Во время сбора образцов, на которые ушло две попытки, тоже все шло не по плану. Но и после этого несчастья не закончились. Произошли утечка топлива, потеря связи, нарушение работы системы электропитания и потеря маленького робота-попрыгунчика, который должен был исследовать поверхность астероида. Из-за этого программу приходилось корректировать и сокращать, но, несмотря ни на что, главная цель все же была достигнута. В этой миссии воспользовались более жестким и единственным возможным в то время способом извлечения грунта, а именно бомбардировкой космического тела с последующим отбором поднявшихся частиц. Жертвой Хаябусы стал астероид Итакава. Гравитация там в 60 тысяч раз слабее, чем на Земле, поэтому о бурении речи быть не могло. А выбранный способ подразумевает, что аппарат медленно сближается с астероидом, недалеко от поверхности выключает двигатели, дабы не загрязнить образцы, затем в момент касания выстреливает танталовой пулей. Это поднимает целый фонтан пыли и камней, часть из которых попадает через воронку в приемную ловушку, откуда перегружается возвращаемую капсулу. Уже через несколько секунд после касания аппарат включает двигатель и поднимается обратно. Но из-за неполадок осталось непонятным, прошло ли все по плану хотя бы во время одной попытки. Вполне возможно, что собранные частицы были подняты не выстрелами, а ударом самого аппарата о поверхность астероида. После 7 лет непростого путешествия протяженностью 2 миллиарда километров, возвращаемая капсула Хаябусы добралась таки до дома и доставила свою добычу. Это произошло 13 июня 2010-го где-то над Западной Австралией, где местные жители наблюдали в тот момент яркое огненное зрелище над головой. Но даже после приземления не обошлось без происшествий. Оказалось, что место посадки у австралийских аборигенов считается священным, поэтому туда был доставлен полномочный представитель племени, который выслушал объяснение чиновников правительства Австралии о значении этого события и дал разрешение на эвакуацию космической капсулы. В ней оказалось всего 5 миллиграмм вещества, или около тысячи мелких частиц, украденных у далекого астероида. Но этого вполне достаточно для исследований. После анализа образцов выяснилось, например, что Итакава когда-то был частью большего по размеру астероида, который разрушился при столкновении с другим объектом. Теперь давайте отметим в своем календарике, какие посылки стоит ожидать в ближайшее время. Раз уж закончили мы Хаябусой, то продолжим Хаябусой 2. Да, на одном астероиде останавливаться не стали, и в 2014 году отправили вторую похожую миссию. Аппарат достиг астероида Рюгу в июне 2018-го и больше года изучал этот космический булыжник. Образцы были собраны снова в два захода, и в ноябре 2019-го Хаябуса 2 отправилась в сторону Земли. Команда миссий считает, что на этот раз было собрано не менее 300 миллиграммов материала, а, возможно, и больше. Ученые также полагают, что контейнер будет содержать материал, сохранившийся с первых дней существования Солнечной системы. Это помогло бы ответить на многие вопросы. Например, сыграли ли астероиды роль в появлении воды на Земле? Драгоценный груз мы должны получить 6 декабря 2020 года, но на этом миссия не закончится. Аппарат решили отправить к новой цели – астероиду 1998 KY-26, куда он должен добраться в 2031 году. Тем временем на поверхности астероида Бенну встречают земного гостя в лице аппарата OSIRIS-REX. Планируется, что у него будет три попытки взять пробу грунта, первая из которых состоится уже 20 октября. В этой миссии сбор материала будут производить с помощью роботизированного манипулятора, который должен собрать около 60 грамм вещества. Ожидается, что аппарат отправится домой в 2021 году, а инопланетные образцы окажутся на Земле 24 сентября 2023 года. Будет очень интересно сравнить этот материал с веществом, доставленным со стероида Рюгу. Расскажут ли они одну и ту же историю о Солнечной системе? Или показания будут разными? Ждать осталось не так уж и долго. Но не будем забывать и о Луне. К запуску в ноябре этого года готовится китайская автоматическая станция Чаньэ-5. Это довольно сложная миссия, в которой будут задействованы аж 4 космических аппарата. Главная задача – собрать и доставить на Землю около 2 килограмм лунного грунта. Казалось бы, у нас его и так немало, но в данном случае посадка будет осуществляться далеко от всех предыдущих миссий. Отдельные регионы нашего спутника могут дать новую информацию и раскрыть некоторые его тайны. Чаньэ-5 тоже будет собирать образцы при помощи механизированной руки. Посадку он совершит на северо-западной части видимой стороны Луны в районе пика Рюмкера. Эта цель стала приоритетной из-за того, что здесь находятся одни из самых молодых вулканических пород на Луне. И, наконец, нас ждет возврат образцов с поверхности Марса. Как мы помним, этим летом на Красную планету отправился марсоход Персеверанс. В числе прочего, он будет добывать пробы грунта и хранить их в ожидании двух будущих миссий, которые должны доставить груз на Землю в целости и сохранности к 2031 году. Обо всем этом я делала отдельный выпуск, и надеюсь, что вы его смотрели. Что ж, наша история космических доставок потихоньку пополняется. А пока мы в ожидании новых крупиц информации, не забывайте смотреть на звезды. Вдруг кто-нибудь посмотрит на вас в ответ. Субтитры создавал DimaTorzok